Познакомиться с работой парамедиков пришли около двух десятков будущих врачей-студентов Шимкенского медицинского колледжа. Возможно, уже через несколько лет им придется работать вместе. Врачи-центры одними из первых оказываются на месте самых тяжелых катастроф и спасли уже не одну жизнь. Наш филиал занимается оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим населению природного и техногенного характера чрезвычайной ситуации. За прошлый год было совершено 421 вызов, в которых было пострадавших 550 человек, 41 из них дети. Врачи-центра медицины катастроф продемонстрировали свое оборудование и показали студентам приемы и оказание первой помощи пострадавшим при ЧАЭС. Наряду с парамедиками о своей работе рассказали и сотрудники общества Красного полумесяца. Им также приходится бывать в горячих точках и есть о чем рассказать будущим коллегам. Но цель участия в этом мероприятии озвучили более масштабную – подготовить молодых людей к любым чрезвычайным ситуациям. Мы провели инфосессию, посвященную к тому, что делать во время землетрясения, после землетрясения и что делать в данный момент в мирное время, как подготовиться. Естественно, нужно собрать тревожный чемоданчик, семейный план подготовить и реагировать у нас в случае ЧАЭС. У нас есть самое главное, утвержденное департаментом министерства ЧАЭС, правила совместно утвержденные. То есть, что делать во время землетрясения? Прикрыться, переждать и держаться. То есть, пригнись, прикройся и пережди. Как говорят студенты, эта экскурсия оказалась не только познавательной, но и полезной. И, возможно, кто-то из этих ребят пополнит ряды парамедиков. Конечно, кое-что из того, что мы сегодня здесь увидели, мы знали и раньше. Но узнали и много нового. И, в общем, работа врачей центра заслуживает уважения. И, может быть, я сама через несколько лет приду сюда работать. Знания, полученные сегодня, студенты смогут проверить на практике уже 1 марта в день гражданской обороны. Даня Архудайбергенов, Аментай Эуэльбеков, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».